Великобритания на пороге самого важного голосования последних десятилетий. Уже завтра подданным Соединенного Королевства предстоит сделать исторический выбор. Уйти из Евросоюза или остаться в ЕС. Дни тишины в местном законодательстве не предусмотрено. Политики разных взглядов продолжают агитацию, стараясь убедить избирателей в своей правоте. Аргументы сторон в репортаже нашего корреспондента Дмитрия Сошина. Настроение британцев перед референдумом хорошо отобразил этот предвыборный плакат. Любим Европу, но не Евросоюз. Разница лишь в том, что далеко не все ради этой любви готовы содержать брюссельскую бюрократию. Считается, что за Единую Европу будут голосовать образованные, состоятельные, живущие в больших городах британцы. За выход из ЕС, рабочий класс, малый и средний бизнес и пенсионеры. Даже газеты и те разделились соответственно. Респектабельная Таймс за Единую Европу, а Табло и Цанн, газеты для тех, кто попроще, против. Но в жизни, как всегда, все гораздо сложнее. На крыше большого склада, напротив лондонского вокзала Ватерлоу, красуется лозунг, мимо которого пройти и проехать невозможно. Миллионы пассажиров проезжают по мосту, и все они видят мой плакат. Британия сильнее и безопаснее в Европе. Чарли Маллинс, в прошлом сантехник, а ныне глава небольшой строительной компании, считает, что Brexit, то есть выход Британии из Евросоюза, вряд ли его обогатит. Я не понимаю, во что нас пытаются втянуть. Многие материалы к нам приходят из Германии. Машины, даже бойлеры. Хотите разводиться? Окей. Но сначала договоритесь об условиях. А вот британские рыбаки говорят, что с Брюсселем рыбки не наловишь. Им уж точно терять нечего. А потому на прошлой неделе они прошли агит-регатой к зданию парламента с известным евроскептиком Наджелом Фараджем. Я должен ходить за лобстером на маленькой лодке, ну не больше пяти метров, рядом с берегом. Таковы правила Евросоюза. Разве так проживешь? Любопытно, что в последние дни бывший мэр Лондона Борис Джонсон и его соратники часто митингуют и проводят встречи с избирателями на рыбных рынках. И руки не боятся испачкать. Фараджи с собой не берут. Его плакат с сирийскими беженцами сочли российским и оскорбительным. Запомните, что второго такого шанса не будет. Нынешняя стабильность обманчива. Союз, в который мы вступили в 73-м году, все больше становится Соединенными Штатами Европы. С Джонсоном он требует вернуть контроль над границами солидарно миллионы англичан, живущих на восточном побережье. В портовых городах при нынешних темпах миграции скоро будут говорить в основном по-польски и румынски. При этом многие опасаются, что с выходом из ЕС начнутся проблемы с визами. Семьи с ирландскими корнями спешно подают документы на ирландские паспорта. В Дублине пока не думают выходить из Евросоюза. Мы давно подумывали о том, чтобы оформить детям ирландское гражданство. Но когда началась эта история с референдумом, решили сделать это немедленно. Все больше политиков и журналистов открыто говорят. Убийство депутата Лейбориста Джо Кокс, сторонницы Единой Европы, несомненно повлияет на итоги референдума. Причем не в пользу евроскептиков. Сегодня Джо исполнилось бы 42 года. Она была политиком с ярко выраженной позицией. И я уверен, что ее убили именно за политические взгляды. На митингах убийство парламентария не обсуждается, но ее имя, что называется, витает в воздухе. Тема единения, центральная в карьере Кокс, стала лейтмотивом последних дней агитации. А Дэвид Кэмерон, обращаясь к избирателям, вспомнил Черчилля. Британцы не сдаются. Мы должны принимать участие, быть лидерами. Если мы уйдем, наши соседи будут решать за нас важнейшие вопросы нашей жизни. Похоже, Кэмерон исчерпал агитационный ресурс. Он привлек в свой лагерь бывших ведущих программы Топ Гир, знаменитого астрофизика Стивена Хокинга и любимца нации Дэвида Бекхэма. Но ставка на знаменитости не всегда гарантирует победу. Хотим ли мы, чтобы наша страна стала по-настоящему независимой, а не осталась всего лишь частью некого политического союза? Вот в чем главный вопрос этого референдума. Социологи предсказывают невероятно высокую явку избирателей. Порядка 80%. Это сопоставимо лишь с референдумом о независимости Шотландии. Тогда, два года назад, явка достигла рекордных для Британии 84%. Все понимают, что завтрашнее голосование определит судьбу страны. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Павел Матвеев. Первый канал. Лондон.